Многие теоретически знают, как вести себя в том случае, если неожиданно проваливаешься под лед. Также немалое число людей представляет, что необходимо предпринять для помощи тонущему в полынье. Однако теория это одно, а практика совсем другое. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Дети, которые пытаются как-то проявить себя и свою смелость, естественно попадают на лед. Для того, чтобы обезопасить наших детей от этого, необходимо прежде всего это присмотреть за детьми, рассказать им о том, что выход на лед очень опасный. И вот полынья для съемок готова. Человек, ничего не подозревая, внезапно уходит под лед. Шок, страх и растерянность, естественно, и в такой ситуации становятся вашими главными врагами. А ведь именно в первые мгновения после погружения проще всего самостоятельно выбраться из воды. Одежда, она не наберет сразу воду и в ней еще есть воздух. Поэтому первые секунды вы способны сами выбраться из воды. Для этого нужно выложить руки на лед, выставить, чуть-чуть оттолкнуться, лечь на грудь, попробовать вытащить ногу из воды и перекатом отползти, откатиться от места, где вы провалились. Стараться вылезти нужно именно в ту сторону, откуда вы пришли, потому что там лед вас точно держал, а что с других сторон полыньи еще неизвестно. В случае, если самостоятельные попытки выбраться ни к чему не привели, остановитесь, зацепитесь за край льда и ждите помощи. Обязательно объясните детям этот алгоритм. В подобной ситуации малыши наиболее уязвимы. Как раз к весне у нас огромное количество заявок на пропавших деток. И последнее, что мы о них знаем, это то, что видели их гуляющими вдоль рек или каких-то водоемов в населенном пункте, где они проживают. И по статистике у нас получается так, что из 10 детей 8 мы находим утонувшими. Закрепившись на кромке льда, человек ждет помощи. И хорошо, если помощь эта будет грамотной. Приближаться к полынье нужно только ползком. Тонущему протягивается длинный прочный предмет. Например, лестница. Так, спокойно, спокойно, хватайся за лестницу двумя руками. Я тебя держу, выбираешься. Конечно, такое идеальное средство спасения будет под рукой, мягко говоря, не всегда. Можно срубить ветку, расположенного неподалеку кустарника. Если спаситель рыбак, у него вполне может оказаться с собой топорик. Даже грамотно использованный шарф превращается в руках опытного человека в отличное средство спасения. Очень важно прочно намотать его на руку, чтобы пострадавший не сорвался. И еще один принципиальный момент. Усилия спасающего и спасаемого должны быть совместными. И вот бедолага вытащен из воды. Но проблема еще не решена. Необходимо пострадавшего вынуть из воды, переодеть в сухую одежду, попытаться исключить негативную внешнюю среду, дождь, снег, ветер, напоить человека теплым сладким чаем, хорошо бы усвояемая пища и обязательно обратиться к врачу. Конечно, самый хороший вариант исключить для человека, в первую очередь для ребенка, саму возможность попасть в такую страшную ситуацию. Уважаемые родители, обращаем ваше внимание на необходимость контролировать местонахождение ваших детей. Особенно, если их путь пролегает вблизи водоемов. За помощью незамедлительно обращайтесь по телефонам экстренных служб. В первых числах апреля синоптики обещают мощную волну потепления. Это значит, что опасность нахождения на льду весенних водоемов в ближайшие дни многократно вырастет. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.